Большое спасибо за приглашение, очень приятно участвовать в таком форуме. Но то, что мы здесь все-таки в последний день, и все-таки наш зал не пустой, это тоже очень приятно. Значит, наша тема достаточно интересна. Будьте любезны презентацию. А, вот, значит, прошу прощения. Тема связана, конечно, с национальными проектами, и сегодня мы с вами констатируем, что действительно существует национальный проект здравоохранения. В нем есть несколько прикладных вопросов. И мы считаем, что та проблема, которой мы озадачены, то есть формированием системы защиты прав пациентов и застрахованных лиц, она должна пронизывать не только первичную медико-санитарную помощь, где, в общем-то, эта формулировка, эта задача прописана под номером 3, но она должна, конечно, касаться всех направлений, в том числе и борьбы с онкологическими заболеваниями, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и развитие национальных медицинских центров. Это тоже нам сегодня очень необходимо. Чуть позже я объясню, почему. И, конечно, сегодня мы ознаменовали новый этап. То есть сегодня действительно мы переходим к тому, что во время оказания медицинской помощи можно некоторым образом подкорректировать эту организацию оказания медицинской помощи со стороны страхового представителя третьего уровня. То есть сегодня пациент вправе рассчитывать на то, что мы каким-то образом поможем ему оказаться в том месте и в то время, которое ему необходимо, с тем, чтобы, ну, хотя бы, по крайней мере, создать условия для излечения его онкологического заболевания. Конечно, сегодня мы собираемся в рамках этого проекта профилактировать, как говорит вице-премьер Голикова на нашем петербургском экономическом форуме. Я не знаю, существует такое слово с точки зрения русского языка или нет, но оно прозвучало, поэтому я его повторяю. Ну, конечно, отказ в оказании медицинской помощи. Если онкологическому больному отказали, то, конечно, пиши пропало. Или, например, с него потребовали деньги. Меня, например, очень удручило то, что в первый день нашего конгресса состоялась очень интересная сессия, я на ней не присутствовал, но она называлась так. «Биология неформальных финансовых отношений в онкологии». Не социология, не криминология, а биология. Это что значит? Это значит, что неформальные финансовые отношения – это кровь и плоть онкологии современной. Для меня это, в общем, было очень достаточно печальным событием, и мне бы интересно, конечно, подискутировать с тем, кто принял участие в этой сессии. Конечно, проблемы дефектов оказания медицинской помощи – это не новая проблема в онкологии. Сегодня существует некая даже традиция, и здесь представлены два руководства, которые были изданы давным-давно в Российской Федерации. До этого еще были изданы в библиотеке практического врача в СССР эти вопросы. То есть дефекты оказания медицинской помощи – это старая проблема, и им посвящены, смотрите, какие толстенные книги. 544 страницы и 768 страниц. И если мы обратимся к этим руководствам, они называются ошибки в онкологии, руководство для врачей, то, конечно, там мы увидим некое перечисление уже предсуществующих в стародавние времена дефектов, ну, в том числе, когда неназначение препаратов непоказанных или противопоказанных, когда малоэффективные противоопухолевые препараты назначаются, отсутствие контроля, и до сих пор мы с этим боремся, и пытаемся выяснить, 5-6 циклов химиотерапии проходит, никакого эффективного контроля нет, к сожалению, и мы не знаем, работает она или не работает, а затем прогрессирование и рецидив. Естественно, вот этот процесс, это выявленный нами удлинение интервалов, мы тоже об этом чуть позже покажу, в статистических данных, которые приводят, как написано уже в те годы, в 2009 году и в 2015 году, к непоправимым последствиям. И очень последний момент, очень важный, на который мы тоже сейчас стали обращать внимание, это тогда, когда врач, практически онколог, химиотерапевт устраняется от введения больного. Да, он что-то назначил в истории болезней, все отдается на откуп медицинской сестре, которая сама все контролирует, сама все делает, и мы не знаем, насколько эффективны эти мероприятия. То есть эти все проблемы были достаточно изучены. Кроме этого, онкология не стоит на месте, так как экспертиза медицинской помощи. Существуют различные здесь приведенные диссертационные исследования, которые посвящены качеству онкологической помощи, и эта проблема развивается, получает свое разрешение. Мы здесь видим тоже ряд практических рекомендаций, которые направлены на улучшение качества, и мы тоже их используем в экспертизе. Кроме этого, конечно, крупные территориальные фонды, и в данном случае это Санкт-Петербургский территориальный фонд вместе с медицинским информационно-аналитическим центром, давно занимается проблемой онкологии здесь в Санкт-Петербурге. И посмотрите, какие уровни дефектов, 36%. Мы же понимаем, что у нас что-то можно, что-то нельзя. Мы страна неаполитичная с точки зрения дефектов качества медицинской помощи, нам что-то разрешают, что-то не разрешают. Даже в том, скажем, сложном моменте, в котором мы находимся, 36% уже было в 2009 году выявлено здесь, в Санкт-Петербурге, и нарушение качества онкологической помощи. Кроме этого, конечно, вопрос всегда стоит о суде и кто. Те, кто люди, которые себя возомнили экспертами, которые хотят, чтобы что-то выявлять, доказывать, показывать кому-то. Ну, здесь просто приведен некоторый список литературных данных, которые мы тоже публиковали, с тем, чтобы показать, что мы тоже не стоим на месте, мы развиваемся, и все время в качестве экспертизы страховые компании изыскивают новые дефекты, показывают их, публикуют для медицинских работников с тем, чтобы они тоже были этим ознакомлены. Ну, здесь даже есть, помимо статей и журнальных, есть и монографии. Кроме этого, мы в последний год издали вот эти две брошюры дефекта онкологической помощи и карту дефектов онкологической помощи, которые размещены на нашем сайте, их можно спокойно совершенно скачать, посмотреть. Сегодня это доступно для любого врача, в том числе и для пациента, потому что в этих документах есть некие приложения, которые тоже ориентированы на пациентов, и я их чуть позже покажу. Ой, а назад-то как? А, вот. В 2018-2017 году мы предприняли большое экспертное исследование, которое было в 10 субъектах Российской Федерации, и мы выявили тогда, конечно, совершенно ужаснейшее состояние оказания медицинской помощи онкологической. Вы видите, что количество дефектов, которые касаются качества медицинской помощи, практически было в каждой истории болезни. И это не просто недооформление медицинской документации, к которому у меня достаточно сложные отношения, я чуть позже об этом тоже остановлюсь, потому что сегодня мы разворачиваемся от этого дефекта в сторону качества в большей степени. И то, что мы здесь видим, это, конечно, результат, скажем так, определенного специального подхода, то есть мы специально выбрали субъекты Российской Федерации, где есть нам известные проблемы, и проводили эти исследования. И вот мы получили такие результаты, то есть мы увидели, что практически в 92% историй, которые были представлены, это достаточно большой объем, порядка там 4-5 тысяч, почти 5 тысяч историй болезней, мы увидели вот эти вот дефекты качества, которые составляют 93%. Но очень отрадно заметить, что наша интеллектуальная общественность, онкологическая, она, в общем-то, следит за нашей работой, следит за нормативными документами. И стоило Федеральному фонду в августе прошлого года опубликовать методические рекомендации, стоило изменить, как сегодня справедливо было сказано, некие реестровые показатели, как, в общем-то, онкологи перенастроились. Если раньше практически я в истории болезни не видел ни массы тела, ни роста пациента, следовательно, ни площади поверхности тела, ни, следовательно, неправильного расчета ДОС, то сегодня, конечно, таких дефектов становится порядка 30%. Где-то проскальзывают, но то есть сегодня очень важно, что вот эта дисциплинирующая функция сработала. Мы показали дефекты, от нас поняли, да, нашу направленность. То, о чем я говорю, сегодня прошло даже горнило судебных инстанций. То есть один из онкологических диспансеров, субъектов Российской Федерации обжаловал наше решение экспертизы, реэкспертизы территориального фонда. И мы прошли все три инстанции арбитражного суда, где подтверждено решение, что клинические рекомендации сегодня являются источником права. Это Федеральный Приволжский округ, Федеральный суд Приволжского округа, где четко указано, что источником права здравоохранения являются клинические рекомендации с определенными конкретными прямыми нормами. Доза препарата – это прямая норма. Поэтому сегодня отрадно отметить, что все-таки медицинские работники быстро перестроились, то есть мы уже практически такого объема дефектов не видим. Конечно, очень важно повышение доступности в борьбе с онкологическими заболеваниями, это важнейшая составляющая, да и вообще за право пациента. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, что у нас фактически отсутствует научное обоснование в отделение коек дневного стационара. То есть если мы начинали, например, в одном из онкодиспансеров, который я приехал проверять, была одна койка дневного стационара. То есть это просто профанация, которая бы говорила о том, что да, они существуют. Понятно, что эти койки дневного стационара могут работать вплоть до трех смен, то есть мы можем сегодня обеспечить доступность. Но с другой стороны, мы должны помнить, что круглосуточный стационар нам тоже нужен. Мы страна, которая не только живет круглыми огромными агломерациями населения, мы сегодня и сельская страна. Поэтому, конечно, круглосуточный стационар нам очень нужен. И это тоже нужно взвесить для каждого субъекта с точки зрения научной организации здравоохранения, с тем, чтобы это было. Почему я об этом говорю? Потому что вот сегодня нам уже поступают жалобы, что пациенту ставят капельницу и выпроваживают в коридор, чтобы он там сидел два-три часа, как бы вот, ну, ожидая, пока это лечение закончится. Сегодня ко мне в части, вот я был на съезде пациентов, которые были организованы институтом Герцена в Москве, прямо после доклада обступили люди, которые четко говорили, что они находятся не на койке, а не на стуле на каком-то сидении, на каком-то кресле. То есть сегодня мы должны, и если в данном случае в аудитории присутствуют пациентские организации или, допустим, пресса, то, конечно, мы должны сегодня разъяснять этот очень важный вопрос, это право пациента на койку дневного пребывания, полноценную, чтобы он там находился, и, конечно, все это должно делаться в полном объеме. Конечно, предупреждение дефектов онкологической и химиотерапевтической помощи заключается в том, что мы должны читать клинические рекомендации. Вот я совсем недавно, в начале прошлого месяца, выступал на Координационном совете в Калининградской области, и вице-губернатор начал мне говорить, вот вы мне представили на 50 страницах справку о том, что все у нас плохо. Да, у нас все плохо. А вы нам напишите 50 страниц, что нам нужно делать. А ничего не нужно писать, нужно открыть клинические рекомендации и прочитать первое, второе, третье. Потому что в своей справке у меня написано, не сделано вот это, вы уберите. Не поставьте императив сделать это, это будет цитата из клинических рекомендаций. То есть сегодня вот те, выявленные нами в 2017-2017 году, дефекты еще сохраняются, но я повторю, что объемы их гораздо упали. То есть сегодня мы уже начинаем обращать на другие дефекты внимание. Но самое главное, что мы хотим сказать, что знание дефектов для врача, это та мера профилактики этих дефектов. То есть если мы говорим о том, что мы все страховые медицинские организации, используем единые принципы, а сегодня мы, в общем-то, на онкологическом больном не конкурируем, мы пришли к выводу, что эксперты разных страховых компаний к тому, что времени у онкологического больного нет на конкуренцию страховых медицинских организаций. Поэтому мы все объединяемся, едем на одну экспертизу в субъект, и делаем эту экспертизу для нескольких страховых компаний. И поэтому, естественно, что выявляются одни и те же дефекты, это не носит системный характер, естественно, нужно на координационном совете, а это сегодня ключ к принятию решения, координационный совет, это правильная история, которая позволяет сегодня нам профилактировать эти нарушения. Ну вот здесь я просто пробегусь вам, что эти слайды показывают, что мы, в общем-то, относимся к медицинским работникам не прохладно и невысокомерно. При каждой экспертизе мы указываем конкретные нормы клинических рекомендаций в актах экспертиз, которые были нарушены. И пытаемся им объяснить, что мы выступаем не с точки зрения того, что вот нам так хочется, или мы так придумали, или мы так желаем. Нет, мы как раз каждую позицию обосновываем клиническими рекомендациями, ну или известными руководствами, те, которые относятся к обычаям оборота, или обычно предъявляемым требованиям в соответствии с 309-й статьей Гражданского кодекса, и четко совершенно указываем, что эти нарушения имеют место быть, и они должны быть устранены. Сегодня у нас появились методические рекомендации благодаря Федеральному фонду, который содержит специальный раздел, вот здесь он представлен, здесь где фактически мы впервые от Федерального фонда получили некую трактовку дефектов. Но и сегодня она тоже не должна стоять на месте. Вице-премьер Голикова на Петербургском экономическом форуме сказала, что, наверное, она будет пересмотрена, потому что ее не устраивают такие формы финансовых санкций за такой дефект, как, например, нарушение оформления документации. И, наверное, мы тоже будем пересматривать это и предлагать Федеральному фонду свои новые видения этого вопроса, для того, чтобы, конечно, наш онкологический больной был в полном объеме обслужен со стороны медицинских работников. Здесь приводятся определенные позиции, которые мы приводим в актах экспертизы обычно, которые корреспондируются с тремя главными характеристиками качества. Не со всеми можно согласиться, но они присутствуют в законе. Закон, как говорится, есть закон, и в нем есть понятие своевременности, правильности выбора медицинских различных манипуляций, степень достижения запланированного результата. Поэтому каждый дефект, который мы выявляем, мы соотносим с этими тремя позициями и указываем медицинским работникам, в чем был этот дефект. Здесь то же самое, что касается различных сопровождающих терапий, которые, если, допустим, взять 17-18 год, ее вообще как такою не было. Она носила абсолютно фрагментарный характер. То есть мы говорили о том, что пациент наш с вами, но здесь приводятся еще и, помимо всего прочего, различные известные авторы, которые являются крупными специалистами в области онкологии, они приводят некое обоснование, почему мы обращаем внимание на сопроводительную терапию, в частности, профилактику тромбоэмболических осложнений. Вы видите, цифра 6,5 раз при химиотерапии превышает риск, чем в любой другой терапии у онкологического больного. Поэтому, естественно, профилактика тромбоэмболических осложнений должна быть. Кроме этого, издано в 2018 году пособие, автор которого является Ирина Васильевна Поддубная, в том числе крупнейший специалист в области онкологии и химиотерапии, и которая в этом пособии тоже указывает на эти 6 раз. То есть мы и указываем, там, где вторая звездочка указана, какие факторы риска сегодня присутствуют у онкологических больных в зависимости от локализации, применения ингибиторов ангиогенеза и так далее, иммуномодуляторов, то есть уже от групп препаратов. То есть сегодня мы углубляем эту проверку, углубляем сегодня эту экспертизу, и сегодня уже более мотивировано медицинским работникам указываем на дефекты. То же самое касается профилактики тошноты и рвота. Мы сегодня, к сожалению, опять же, не достучались до правительства, но пока будем стучать, потому что у нас часть препаратов, которые включены в клинические рекомендации, не включены в ЖНЛВП. Это представляет некий определенный барьер, и поэтому мы говорим о том, что врачебные комиссии должны тоже работать, у них есть функция преодоления этого барьера, но, к сожалению, пока они не работают, потому что якобы это дорого. Но так как мы сегодня видим, что деньги не выбираются, то это, естественно, как раз ставит тоже очень серьезный вопрос о том, что это нужно обязательно включать. Здесь тоже приведены ряд выдержек из современных публикаций, современных статей, современных онкологических журналов, где сами онкологи сами себе напоминают о необходимости профилактики тошноты и рвоты. И самое главное, мы видим цифру практически 10-12, доходя до 15% пациентов, отказываются от химиотерапии вообще, потому что не могут переносить эти тяжелейшие последствия, побочные эффекты, которые существуют. Поэтому это тоже для нас большой серьезный фактор с точки зрения борьбы за жизнь пациента, то есть потому, чтобы ему назначили эти препараты, а с другой стороны, повод для того, чтобы формировать приверженность у этого пациента к лечению. Здесь касается вопрос кардиотоксичности. Вы знаете, когда мы только об этом озвучили, нам такие претензии выявили, онкологи предъявили, что что это такое, мы не кардиологи, мы не должны вообще этим заниматься, это не наша вообще проблема. И самое страшное заключается в том, что Ассоциация онкологов России написала письмо в адрес, в том числе властных структур, о том, что все это делать не нужно. Это никого не интересует, никакого прогресса от этого нет. И в то же время на общественных площадках мы видим совершенно другое. То есть мы видим, как один из руководителей онкологической службы нашей страны говорит совершенно противоположное на международных конференциях. Вот это тоже, конечно, сегодня является неким таким не очень красивым фактором. То есть для пациента говорится одно, и для страховых медицинских организаций, для провластных структур. А в профессиональном сообществе, конечно же, актуальность этой проблемы признается, подтверждается, строятся огромные планы. И, конечно, мы должны в этом участвовать. И, естественно, мы не должны такого допускать. Лист назначений. Сегодня мы обращаем внимание, ну вот когда мы готовились к Петербургскому экономическому форуму, мы полагали, что будут определенные вопросы, которые могут быть. И один из таких вопросов, которые, в общем-то, всегда существуют в обществе, вот страховые медицинские организации защищают права пациента, делают огромное количество экспертиз, а количество дефектов растет. Вроде бы парадокс. Да, они должны снижаться, а это дефекты, конечно, растет. Потому что мы сегодня тиражируем в систему ОМС совершенно новые методики, новые виды оказания, новые формы, новые лекарственные формы, новые виды, новые технологии входят. И каждый из них, естественно, имеет риск дефекта. И, естественно, так же, как беспрерывно развивается медицинская наука, такая же медицинская наука, которая называется медицинская экспертиза, тоже развивается. И поэтому, естественно, дефекты будут увеличиваться. И потом, конечно же, мы должны понимать, что, в общем-то, эксперт, это тоже, ведь любая экспертиза, это вообще маленький научный труд. И этот научный труд, он тоже будет развиваться, эта научная работа тоже будет развиваться по мере развития медицинской практики и науки. Конечно, преемственность в оказании медицинской помощи важнейший фактор, и сегодня мы тоже будем на это обращать внимание. И сегодня мы вот столкнулись с проблемой, мы пока еще не видим полной концепции первичных амбулаторных онкологических центров, заработающих, которые вот заработали где-то, чтобы посмотреть, потому что сегодня мы не видим проблему лечащего врача. Страховой представитель третьего уровня должен взаимодействовать с лечащим врачом, который определяет все для больного. В соответствии с законом он должен определять все. А вот кто он, мы пока определить не можем. То ли это врач онкодиспансера, то ли это врач будущего амбулаторного первичного центра, то ли это вообще в некоторых субъектах, мне говорят, это участковый терапевт, которому пишутся рекомендации на профессиональном онкологическом языке. То есть на него же наваливаются и проблемы обследования больного в межинтервальном периоде химиотерапии, и на него же наваливается трактовка этих исследований и профилактика осложнений и так далее. Конечно, так, наверное, не должно быть. И сегодня этот вопрос тоже нужно решать, и мы будем стараться его решать. Конечно, пациент-ориентированность важнейший фактор. Пациент в центре орбиты, на разных орбитах вращаются вокруг него главный врач, лечащий врач, страховая медицинская организация, территориальный фонд, каждый на своей орбите, каждый в соответствии со своими полномочиями и функциями. Но сегодня страховой представитель важная фигура, и здесь выступает, конечно, очень важный момент, на который я хотел иметь внимание, это онкоконсилиум. Онкоконсилиум – это путеводная звезда для пациента, но, к сожалению, в медицинской документации мы видим только строчку. И территориальные фонды пока еще не осознали этой достаточно серьезной проблемы. В ряде актов реэкспертизы по экспертизе указывается, что онкоконсилиум может присутствовать только, цитирую практически вам, только упоминание о нем, что 10 ноября 2018 года у пациента состоялся онкоконсилиум, а сегодня уже 5 июля, и все это онкоконсилиум действует, и что там было, никто не знает. Просто в истории болезни достаточно указать на дату этого онкоконсилиума. Мне этого недостаточно. Сегодня онкоконсилиум – это важнейшее медицинское вмешательство. И это в контексте как раз предложений вице-премьера Голиковой о том, чтобы нам на хватит, нам уже обращать внимание и отсутствия онкоконсилиума, или недостаточной записи онкоконсилиума трактовать как нарушение оформления медицинской документации. Что такое онкоконсилиум? Онкоконсилиум – это все для пациента. Естественно, что если его не будет, или он неполный, или он отсутствует, или какое-то упоминание о нем, это значит, что его лечат неправильно. Это значит, никто его не контролирует, и никакого консенсусного подхода нет. А это что? Это прогрессирование заболевания, это никакое не нарушение какой-то там документации, которое не позволяет эксперту что-то оценить. Представьте себе ситуацию. Если мне, эксперту, у которого 5 историй болезни, за какой-то период этого пациента лежит, и мне что-то мешает оценить, то как же оно мешало лечащему врачу лечить больного? Отсутствие. Я-то уже обладаю 5-ю историями, а лечащий врач лечит сегодня и сейчас. Я обладаю максимум уже информацией, которые, все реализованные прогнозы, исходы, все. А у лечащего врача еще не было. Как он сам себе затрудняет работу. Поэтому я вообще прошу, наверное, попрошу федеральный фонд вообще отказаться от этого. Это прошедший этап. Мы 15 лет, 20 лет уже отжили с нарушениями документации. Теперь каждое нарушение документации должно приобрести свое медицинскую сущность и значение. Оно заключается в том, если оно мне мешает провести экспертизу, то на 100% оно лечащему врачу мешало лечить больного. Значит, он лечил его не от того, не тем и не для того. И цели совершенно другие. Поэтому мы сегодня действительно должны пересмотреть эту концепцию штрафных санкций. Конечно, информационное сопровождение страховым представителем мы будем сегодня налаживать. Сегодня у нас инструмент этот уже разрабатывается. Это история обращения или история страховых случаев, которые в первую очередь, конечно, должны анализировать сроки оказания медицинской помощи. И здесь опять же я соглашусь с вице-премьером Голиковой, что сроки и объемы, которые ни к чему не ведут, это путь никуда. Срок – это конкретная цифра, либо в программе госгарантии, либо в порядке оказания медицинской помощи, либо в клинических рекомендациях, которая должна быть исполнена. Нарушение срока для онкологического больного – это не нарушение документации. За ним ничего не может не быть, за ним стоит самое страшное прогрессирование, рецидивирование и так далее. Поэтому здесь просто так нарушение сроков и объемов медицинской помощи ни к чему не ведущее. Это тоже формальность, но она же у нас политическая, и мы должны это признать. То есть мы просто как бы даем медицинской организации некое напоминание, что вы все-таки так не делаете, поэтому это минимальный штраф. Но за ним-то стоят жизни, поэтому тоже нужно пересматривать. Сегодня мы анализировали эту задачу, но для того, чтобы анализировать эту задачу, у нас существует реестр, но кроме того, что в реестре же не написано, почему мой пациент на пятый день не появился у онколога. Поэтому мы вынуждены обзванивать наших пациентов, которые не появились в реестре на пятый день после выявления злокачественного образования. У нас есть субъекты, которые вообще практически с моей точки зрения торпедируют это, потому что они вообще не выставляют, я имею в виду, что главные врачи и врачи первичного звена не выставляют эти злокачественные образования в реестр. У нас есть субъекты, где в месяц выявляется 15 подозрений. Вот конкретная цифра. Поэтому мы обзваниваем наших застрахованных, мы специально согласовали эту позицию с онкопсихологами северо-запада, здесь очень достаточно серьезная онкопсихологическая служба. Мы даже, когда в мае месяце собирали своих врачей, с тем, чтобы они познакомились с ассоциацией онкопсихологов, и они там нам провели двудневный семинар по этому вопросу. И вот мы задавали такие вопросы, почему же наш застрахованный в пятидневный срок не получил эту услугу. И вот эти цифры, которые фактически вам присутствуют. кому-то не дали направления. таких немного, 14%. 86% как бы преломляются следующим образом. Пациент приходит и видит, что очередь огромная, разворачивается и уходит. Проблема? Проблема. Он не осознает. Почему он не осознает? Потому что, опять же, онкопсихология наша сегодняшняя говорит о том, что пациент в этой стадии находится в стадии отрицания. То есть, он отрицает наличие у него заболевания, но еще нашел в себе силы прийти в онкологическое учреждение, в онкодиспансер, а там видит очередь и испытывает некое облегчение внутреннее, психологическое. Ну, неужели я буду тут стоять эту очередь? У меня же ничего нет, я повернусь и уйду. Вот одна из моделей. Отказано в приеме онкологов, потому что неправильно оформлено направление. Но мы считаем, что это вообще быть не может. То есть, если пациент пришел с подозрением хотя бы на клочке бумажки каком-то написанном направлении, то мы сегодня не должны никакого бюрократирования в данном случае производить, мы должны посмотреть этого пациента, осмотреть и так далее. Конечно, оплата. Да, есть у нас сегодня, вот то, что я вам говорил о биологии, неформальных платежей. У нас сегодня, к сожалению, во многих онкодиспансерах присутствуют менеджеры, которые сразу же выявляют людей, которые платежеспособны, это же биология. Раз биология, значит, это профессиональный подход. Значит, выявляют людей, которые платежеспособны и отправляют их в кассовый зал, там быстрее, там активнее и так далее. И они не появляются у нас в реестре в пятидневный срок, потому что они оплатили услугу и, слава богу, еще медицинская организация параллельно нам не выставляет счет. Далее, пациент отказался по собственным причинам. Достаточно большой процент, опять же, находясь в состоянии отрицания, в состоянии шока, стресса, пациент ищет любые причины для того, чтобы не появиться у онкологов. И они действительно нам об этом рассказывают, что у них там куча проблем дома, участок и так далее, и так далее, семейные обстоятельства. Ну и отдаленность проживания тонкодиспансера тоже один из факторов, который тоже существует и который тоже нужно учитывать. Исходя из этого, мы разработали, уже сейчас внедрили. У нас сегодня очень приятно, что Федеральный фонд разработал такую форму сотрудничества, как совещание директоров территориальных фондов. Мне пришлось участвовать в трех, и вот на Северокавказском федеральном округе мы только заикнулись об этой проблеме, о том, что если пациент не попал к онкологу, что же с этим делать? Можно его запустить по второму кругу, к врачу первичной помощи, еще там, иди туда, не знаю куда, получи то, не знаю что, придешь к онкологу. А можно непосредственно прямым образом направить его в медицинскую организацию, используя такой инструмент как предписание. В этом предписании указаны нормы, на основании которого страховая медицинская организация закона может это делать. И мы попытались, то есть мы сначала озвучили это в Северокавказском округе, мы не получили возражений, затем мы это транслировали здесь, в Санкт-Петербурге, на заседании северо-западного органа, и опять мы показали уже вот эту картинку и не получили возражений. Это нам дало некую смелость внедрить это уже в практику. Уже сегодня эти предписания заработали в ряде субъектов, они, конечно, вызвали реакцию ориентировки в медицинских организациях. Онкодиспансер, получив такое предписание, начал сразу звонить, почему что. Мы ему объяснили, показали, и вы знаете, всех пациентов, по которым предписание мы выдали, онкодиспансер до них дозвонился, поставил нам известность, и эти все пациенты сразу же получили онкопомощь. Слава Богу, механизм работает, поэтому я полагаю, что он наряду с другими механизмами, тогда, когда действительно нужно быстро оказать медицинскую помощь, быстро направить пациента, нужно работать. Конечно, мы должны понимать, что нам этого пациента нужно еще и заполучить с точки зрения информационного сопровождения как страховой медицинской организации. Поэтому мы вот в первой части, да, памятка первичного звена пациенту, мы такие памятки хотим раздавать сегодня участковым терапевтам, чтобы как только он выявляет какое-то злокачественное образование, он эту памятку взял из стола и отдал пациенту, чтобы этот пациент нашел, ну, возможно, да, прочитав этот текст, где главное, мы главное ставим в главу угла доверие застрахованного лица. То есть сегодня работа страхового представителя возможна только через институт доверия. Будет доверие, будет что-то, не будет доверия, не будет ничего. Поэтому мы таким образом обращаемся к пациенту, у которого выявлено злокачественное образование, но опять же, вы посмотрите, ни в том обращении по телефону, ни здесь, мы нигде не употребляем это словосочетание, мы стараемся все-таки говорить наиболее общими словами, не употребляя словосочетание злокачественное образование, опухоль и так далее. Таким образом, мы как бы тонизируем этого пациента к подойти к нашему страховому представителю или позвонить, и таким образом он попадает с нами сразу на наш учет в историю страховых наших обращений, и таким образом вот делается такая работа. Ну, я сейчас быстренько вам покажу еще вот те клинические рекомендации, которые сегодня в работе, и которые мы уже начинаем применять на практике с точки зрения экспертиз. У нас есть дорогостоящие препараты, дорогостоящие схемы, десятый уровень, коэффициент затрат 38, но для того, чтобы эти затраты осуществить и пациентов лечить метастатическим раком, меланомой, рак легкого, колоректальный рак, нужно сделать генетические исследования. Я уже опять повторю, что на этих совещаниях директоров территориальных фондов различных федеральных округов мы это озвучили, и сегодня уже сдвиг есть, Свердловский территориальный фонд уже утвердил тарифы на генетику, и вот в июле месяце приглашают сделать экспертизу этих генетических исследований с точки зрения уже отдельных тарифов. То есть тариф есть, медицинская организация может сделать генетику и может назначить самые дорогие препараты. В этом сегодня ключ. То есть сегодня система начала раскрутку. Ну, здесь укажу, что это все в клинических рекомендациях есть, только покажу, что вот действительно проблемы, которые существуют в взаимоотношении страхового представителя и онколога с точки зрения онкопсихолога, мы сегодня эту работу провели для себя. И вот быстренько покажу вам те для пациентов сделанные нами памятки, которые бы ориентировали пациента на информацию о сроках и самое главное о его правах. Вы, наверное, уже, кто, может быть, видели эти памятки, кто изучал эту проблему, значит, они есть в интернете, что пациент может сам контролировать оказание химиотерапевтической помощи и в мягкой форме не настаивая обратить внимание врача, что он знает об этом и я думаю, что это тоже будет один из важнейших дисциплинирующих факторов. Сегодня мы разработали, вот вам тоже положу в Президиум передам новую генерацию памяток, которые ориентированы, конечно, на режиме введения химиотерапевтических препаратов. То есть часть препаратов вводится не одномоментно, ни за 5, ни за 3 минуты, они требуют введения 2-3 часа и пациент тоже имеет право об этом знать. И врач должен знать, что об этом знает пациент. И таким образом, я думаю, что нарушений вот в этом поставить капельницу и выправить пациента в коридор тоже быть не должно. То есть мы информируем и врача, и пациента о тех правах, которые имеет сегодня как врач, так и пациент. Ну и естественно об обязанностях врача. Следующая это сопровождающая терапия. То есть мы сегодня информируем пациента о необходимости сопровождающей терапии, его праве на эту терапию при различных совершенно состояниях. Здесь все четко перечислены. Это и тошнота, и рвоты, тромбоэмболия легочной артерии, и деносумаб, это профилактика, современная профилактика метастазов и резорпции костной ткани. И очень важные это меры предосторожности после проведения таргетной терапии. Таргетная терапия дорогостоящая, но обладает очень серьезными побочными эффектами, вплоть до перфорации, например, тонкого или толстого кишечника. И пациент, находящийся в межцикловом периоде, должен об этом знать. И вот, ну, если вы посмотрите, то вот эти... И закончить я хотел бы вот этими словами, которые меня очень удивили. Значит, на заседании коллеги 24 апреля 2019 года министр, профессор Скворцова меня, конечно, потрясла своей откровенностью и, в общем-то, человечностью. Она действительно указала, что сегодня мы находимся на этапе ручного управления. И наши с вами все задачи и медицинских организаций, и страховых медицинских организаций, и территориальных фондов, и прессы, и инспациентских организаций, чтобы это ручное управление перевести в системное, чтобы это стало нашей основной функцией. И тогда, конечно, отечественная онкологическая война будет выиграна. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Я прошу прощения, конечно, хочу напомнить всем нашим коллегам-докладчикам. У нас, к сожалению, ограниченный регламент. Очень интересная тема, она всегда животрепещущая. Доклады у вас. Благодарю вас за такую содержательную, интересную и живую информацию. Можно вопрос? Представляйте, пожалуйста. Черкесов Владимир Николаевич, Обнинск, медицинский район, одиночки, научный центр. Какую, вот вы, вы говорите, клинические рекомендации, какие именно вы, это ассоциация, либо это Минздрав, какими вы руководствовали? Официальные. Сегодня главной ассоциацией является Ассоциация онкологов России, но к клиническим рекомендациям мы всегда относились с точки зрения закона. У нас есть гражданский кодекс, в котором есть 309 статья, где написано, что если нет закона, приказа, как лечить больного, то действуют обычаи или обычно предъявляемые требования. То есть клинические рекомендации всегда любой профессиональной ассоциации имели статус обычая или обычно предъявляемых требований. И таким образом внедрялись в практику. Это правовая основа. Да, клинические рекомендации подразумевают клиническое мышление врача и всегда подразумевали, и будут подразумевать, то есть если у пациента есть противопоказания к той клинической рекомендации, которая указана, естественно, ее выполнять нельзя. И мотивационный отказ от исполнения клинических рекомендаций всегда существует. За свою основу мы брали клинические рекомендации Ассоциации онкологов России, которые были размещены на сайте Минздрава. Там сначала были размещены клинические рекомендации с 2014 года, но теперь уже с 2018 года. То есть вся проверка проводилась только с этими, которые размещены на сайте Минздрава. Это было сделано только для того, чтобы, во-первых, со стороны нас мы проявляли таким образом некое уважение к медицинским работникам, то есть они должны, по идее, знать клинические рекомендации, ну или хотя бы, по крайней мере, поинтересоваться. Если я онколог, то неужели мне неинтересно, что профессиональное сообщество по этому поводу написало? То есть мне, как минимум, по крайней мере, любопытно и любознательно было бы знать. А второй момент, да, я, может быть, применяю что-то или не применяю, но я мотивационно это объясняю. Второй момент. Действительно, у нас сегодня существуют, например, клинические рекомендации общества онкомомологов. Но, в принципе, они основаны на международных панельных заключениях, там, допустим, Сен-Галена и так далее. То есть мы сегодня понимаем их авторитетный статус. И если мы видим нарушение, вот, например, сейчас мы готовим большую проверку проведения операций, органосохраняющих операций на молочной железе. Одним из условий является что? Отсутствие абсолютного противопоказания. Генетика. Да, есть два гена, мутации которых являются противопоказанием для выполнения органосохраняющих операций. Мы сделали запрос в сеть посмотреть, а их практически-то у нас и нет, органосохраняющих операций в Российской Федерации. Вот. То есть мы сегодня используем любые клинические рекомендации, но мы всегда даем возможность врачу мотивационно объяснить и эксперту, почему он это сделал по-другому, нежели написано в клинических рекомендациях. А еще второй тогда вопрос. Если клинические рекомендации «Русская» или другая ассоциация расходятся и с именно Минздравовскими рекомендациями, какие все-таки в приоритете? Можно я коротко отвечу? Я думаю, что те, которые опубликованы на сайте Минздрава, исходя из новой редакции 37-й статьи Федерального закона. Мы стараемся не применять те конкретные позиции, в которых может быть разногласие. То есть сегодня мы находимся на том этапе, что мы дисциплинируем вообще подход к клиническим рекомендациям.